Программа Город 112 в эфире. Я Андрей Чумаков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут расскажу о главных происшествиях Краснодара и криминальных событиях за его пределами. Сегодня в выпуске. Кто ответит за смерть семерых детей в станице Холмской? Уголовное дело о пожаре в частном доме передано в суд. Продавщица помогла задержать серийных грабителей. Женщина заперла преступника в магазине и не выпускала до приезда полиции. Интернет мошенника задержали краснодарские полицейские. Он специализировался на продаже мебели. Теперь подробности. Громкое уголовное дело о гибели семерых детей в Холмской передано в суд. Напомню, в октябре прошлого года в станице загорелся частный дом, где жила многодетная семья. Как позже установили следователи, женщина и ее сожитель ушли в магазин за спиртным. Замерзнув, дети затопили печь и заживо сгорели в запертом доме. Кто ответит за их гибель, выяснил Никита Рудой. Это видео было снято на следующий день после трагедии в Холмской. Бабушка погибших детей Татьяна едва сдерживает слезы. Вспоминает, как в последний раз видела своих внуков живыми. Вчера в магазине они приходили, я купила им конфеточки, печенька, все купила. Ну и все, а что я? Я-то домой поехала. А в 4 утра ее разбудил звонок полицейского. На месте происшествия в это время уже работали все экстренные службы. Но спасти семерых детей, оставшихся дома одних, так и не удалось. Напомню, пятеро из них были родными. А двое пришли в гости к друзьям и остались ночевкой без присмотра взрослых. Те решили прогуляться в магазин за спиртным. Прогулка длилась несколько часов. На улице было около нуля градусов, в доме чуть больше. Старший из детей, которому было всего 10 лет, решил затопить печь, но забыл открыть заслонку. По версии следствия, дети задохнулись угарным газом. Расследование этого дела длилось почти полгода. Обвинительное заключение вынесено в отношении 36-летней многодетной матери Светланы Бастрич и ее 52-летнего сожителя Валерия Денисенко. Статья у обоих одна – причинение смерти по неосторожности. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу и вынесения приговора. Максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данного преступления, предусматривает до 4 лет лишения свободы. В ходе следствия выяснились интересные подробности. В 2012 году мировой судья оштрафовал многодетную мать за жестокое обращение с детьми. Женщина била шлангом старшего сына и заставляла его есть окурки. По словам соседей, даже будучи в очередной раз беременной, Светлана Бастрич не переставала вести разгульный образ жизни, злоупотребляя при этом спиртным. Кроме самих родителей, ответственность за трагедию понесут и работники соцзащиты. По данному факту, министру социального развития и семейной политики Краснодарского края прокуратурой края внесено представление, по результатам рассмотрения которого шесть должностных лиц органов социальной защиты по Абинскому району привлечены к строго дисциплинарной ответственности. Кроме того, изменен порядок обследования условий жизни таких семей. На момент трагедии Светлана Бастрич снова ждала ребенка, а к завершению расследования уже успела родить. Вместе с ее судьбой решается судьба новорожденного. Никита Рудой, Марьяна Хлатрян, Дмитрий Забелин. Специально для программы «Город 112». И в продолжение темы. Пожар произошел сегодня ночью на улице Игнатова. Загорелась постройка рядом с жилым домом и работающей котельной. В огне погиб мужчина. Сейчас эксперты устанавливают его личность. Известно, что в сгоревшем помещении часто бывали люди без определенного места жительства. По информации пресс-службы Краевого следственного комитета, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Житель Краснодара сообщил в полицию, что стал жертвой интернет-мошенников. Накануне он заказал на сайте мебель. Однако домой в указанный срок ее так и не привезли. Хотя договор с мебельной фирмой заключили. И клиент даже внес 30 тысяч рублей в качестве предоплаты. Было установлено, что ранее действительно 37-летний житель города Крымска возглавлял фирму, указанную в настоящем договоре. При этом с 2011 года она прекратила свою деятельность. Известно, что ранее в 2007 году за аналогичные действия в городе Новороссийске мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье мошенничества, пока мужчина находится под подпиской о невыезде. Станица Денская, продавщица магазина, помогла полицейским задержать серийных рабителей. Когда в мини-маркет вошли трое мужчин и стали рассматривать товар на витринах, женщина сразу узнала их лица. Продавец, узнав в покупателях мужчин, которые недавно совершили кражу в данном магазине, быстро сориентировалась и, закрыв дверь, удерживала одного из подозреваемых до приезда полиции. Эти люди не раз становились фигурантами съемок, установленных в магазине камер видеонаблюдения. На этих кадрах отчетливо видно, что платить за элитный алкоголь и продукты они не собирались и в этот раз. Товары прятали под одежду. Однако далеко убежать им не удалось. Полицейские задержали подозреваемых в Краснодаре. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье кража. За любовь к бесплатному шопингу грабителям грозит до пяти лет лишения свободы. Кто виноват в дорожных происшествиях, которые имели место быть в Краснодаре накануне? Это мы сейчас и попытаемся выяснить. Камеры службы городского наблюдения нам в помощь. Если не узнали, это перекресток Красное-Головатого. А это наглядный пример водительской наглости. Мужчина за рулем Ауди явно не хочет быть последним в очереди желающих повернуть по правилам из крайнего левого ряда. Он объезжает пробку по свободной средней полосе и решает по ней же свернуть на Головатого. Но не рассчитывает, что водитель черного хэтчбека поедет прямо. В результате лихач задевает легковушку своим внедорожником. Будем надеяться, он уже понял, что потерял бы меньше времени, соблюдая правила. А это ночной клуб на Красноармейской. Но герои записи не посетители злачного заведения, а водители машин на парковке. Что происходит в сознании этого человека за рулем серебристой приоры, трудно сказать. Он сдает назад с открытой дверью. Допустим, таким образом водитель хотел убедиться, что никого не заденет. Но тогда зачем он в последний момент резко жмет на газ? Думаю, дальнейшее развитие событий комментировать излишне. Надеюсь только, что выяснение отношения обошлось без рукоприкладства. То ли в русскую рулетку решил сыграть водитель коричневой иномарки на Сормовской и Симферопольской, то ли не заметил знак «Уступи дорогу». Как бы там ни было, но он уверенно выезжает на перекресток по второстепенной дороге. Его не останавливают даже промчавшиеся буквально перед самым капотом машины. Коричневая иномарка продолжает лезть на пролом. Но недолго. В нее на полном ходу влетает серебристый седан. Жаль только, что и его тоже придется ремонтировать. Хотя ехал-то по правилам. Что ж, делайте выводы сами, а садясь за руль, не будьте теми, кто учится на своих ошибках. Всем удачи на дорогах. На этом все. Смотрите «Город 112» и не повторяйте ошибки тех, о ком мы ежедневно рассказываем в наших выпусках. Пусть выходные пройдут для вас без происшествий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!